Продолжение следует... Когда человек все-таки перестраивается, настраивается на что-то, борется с какими-то же своими недостатками или комплексами, то, наверное, это характеристика человека, который все-таки вырвался из этих оков. Чи багато вдалося заработать актеру, працюючи охоронцем у кафе? Да нет, ты должен кто-то просить 50 копеек. Я должен был брать деньги. Та секрет запамятовывания ролей із великим обсягом тексту. Слава Богу, что в голове моей это ничего не остается. Протилежности, как видимо, притягуются. Можливо, саме тому краща подруга Иваны, головного специалиста с психологией человеков, у представниках сильной стати абсолютно не разбирается. Какая же проблема, спиткала Настю цего раза. И я ему говорю, так давай поїдемо до тебя и сделаем интимную фотосессию. А он мне. Я крутий фотограф, и година моей работы коштует 500 долларов. Неужели такие йолупы существуют? Йолупы? Иванка, расплющ очи. Все человеки такие. А найсмешнейше, коли я поглянула на его фотошедеври, то виявляется, что он и как человек, и как фотограф сутильный пшик. Ну, про всех ты, как всегда, перебольшуешь. У меня сегодня на интервью будет настоящий человек. Розумный, талановитый и успешный. Я посвящаю на встречу с артистом, которого знают, любят и поважают миллионы глядачей. И это не перебольшение. Он обожает театр, но слава ему принесли съемки в сериале. Он считает себя гострохарактерным трагикомичным актором и может сыграть любого. От Гитлера до трансфестита, от психолога до пианишки. Мой гіст – Володимир Горянский. Володимир Горянский – актор театру и кино, телеведущий, співак. Двичи лауреат театральної премії «Київская пектораль». Народный артист Украины. Не любит тусовки, любит свою профессию и подорожевать. Одружений із Оленою Фейсою, ресторатором. Мает доньку Марію від першого шлюбу. Найважливішою у своєму житті вважає роль психолога Костянтина у фільмі «День народження боржуя». Зіграв більше, ніж у 65-ти фільмах та серіалах. Продовжує активно зніматися. Хочеться якнайшвидше потрапити додому, тому шлях доведеться трішки скоротити. Короткий шлях рідко буває найлегшим. Але коли такі дрібниці могли зупинити нашу ведучу? Тим паче, якщо вона у перечутті інтерв'ю із цікавим співбесідником. Володимире, доброго дня. Дуже рада вас бачити. Все життя мріяла взяти у вас інтерв'ю, і моя мрія збулася. Запрошую до чаю. Добре. Як доїхали? До слава Богу. Затворів не було? Да нет, в общем, нормально. Ви самі за кермом? Нет, сьогодні нет, тому що так вийшло, що ви мене вирвали. Зараз запускається новий проєкт серіальний, який називається «Копи». Це французська франшиза, дуже популярний во Франції серіал. І я вже в 10 втрох був на пробах грима, костюми і так далі. Я, до речі, якраз хотіла запитати про майбутнє і плани на майбутнє, задають в кінці. А я хочу зараз мені цікаво, що зараз відбувається в вашому житті, які проєкти, ролі, поїздки? Моя життя, вона, в общем-то, состоит із чем? Семі, роботи, гастролей, съємок, театру, в якому я работаю. Поэтому в этом плане ничего такого особого нового нет. Новое в том, что это другое кино, это другой спектакль, это какие-то новые встречи и так далее. А в общем-то плана много. Если вы следите, смотрите телевидение, то вы видите, анонсируются уже осенние сезоны. И вот эта осень, она порадует зрителей тем, что очень много будет на экране камень. Самостойное життя Володимира Горянского началося в 16 лет, когда он оставил родное место и поехал в Дніпропетровске вступать в театральное училище. В студентские годы будущий актор не цурався будь-якой работы, продавал квитки и расклеивав афиши. А переезжавши до Киева, певный час працював охоронцем. Правда, что после переезда до столицы вы некоторый час працювали охоронцем в кафе. Чи происходили у вас какие-то конфликты с отведуачами? Да, я подрабатывал, я ночью осторожил там что-то такое, это кафе. Непонятно, от кого, правда, ну не важно. А днем я тоже подрабатывал в этом же кафе, типа там что-то охранял, и у меня был ключ. Мне дали ключ от туалета, это уже какой год, 90-е там какие-то были. Я не понимал, для чего ключи, почему туалет закрыт, и я его открывал просто, чтобы кто хотел, туда и ходил. Потом как-то ко мне сменщик или кто там был, я уже не помню, говорит, ну как, все нормально? Я говорю, нормально. Сколько заработал? Я говорю, в смысле? Ну туалета сколько-то я заработал? Я говорю, не сколько. Как? Я же тебе ключ дал. Ну я открыл туалет. Да нет, ты должен кто-то просить, 50 копеек. То есть вы хотели, чтобы вы брали за это ключ? Я должен был брать деньги. Открыл, закрыл, кто-то еще дает там кто-то, понимаешь? Ну я потом, конечно, это дело покинул, как бы я не смог это. Было дело, да. Готуючись до роли Трансвестита у спектаклі «Він моя сестра», Володимир Горянський консультувався із трависті дівою Монро. Найважчим у цей роли для актора стало виконання стриптизу на високих підборах. Энтоні Хопкінс, известный актор, когда я почув, что один из акторов, который выполнил роль Тарзана для того, чтобы вжиться в эту роль, два тижни жив в джунглях и стрибал по дереву. Він дуже здивувався і запитав, неужели не можна просто зіграти? Ви прибічник кого? Энтоні Хопкінса чи актора, який играл в Тарзана? От як ви вживаєтесь в роль? Що вас надихає? Ну, конечно, Энтоні Хопкінс. Во-первых, это замечательный великий актер, великолепный педагог. У него, по-моему, есть театральная школа. Потому что, знаете, актеру приходится играть разные роли. Ну, если я играю в убийцу, мне куда идти на две недели? В какое место? Ну, абсурд. Неужели трудно себя вообразить в джунглях, прыгающим по деревьям? Не трудно абсолютно. Тем более, во время съемок он же все равно будет в этих условиях. На этой Лиане можно и в спортзале, в общем-то, повисеть, но сидеть там две недели. Ну, для каких-то ощущений, может быть, я не знаю, нет проблем. Вот. Но я не вижу в этом смысла, поверьте мне. Актер – это же искусство. Искусство. Искусственно. Вот. Достаточно, может быть, какой-то литературы, каких-то снимков, видео, чтобы накопить эту информацию. Тобто, вы все черпаете звати? Натихнение основное. Актер – это такая штука, что иногда, когда ты начинаешь репетировать какую-то роль, подсознание. Вдруг из подсознания, если ты правильно входишь в это состояние репетиции, выходят какие-то приспособления, какие-то вещи, о которых ты даже сам не подозреваешь, откуда они у тебя. Ну, тобто, не потрібно згадывать каких-то друзей, знакомых, которые в жизни играют. Ну, нет, ну, почему? И их копиювать. Почему? Иногда это нужно. Ну, это все процесс, который происходит, может, вот в одной комнате. Все это вернуть, начать. Как вам сказать? Ну, это профессия, это работа. Человек, который, играя на сцене, не видит зрителя. Это, я считаю, не артист. Это зажатый, закомплексованный человек, который случайно попал в театр. Он же тогда ничего не видит. Он может свалиться в оркестровую яму, он может тебя пырнуть деревянным ножом, но его им же тоже можно увидеть. Я знаю таких артистов. Меня мой педагог учил, что трагедию нужно играть с хорошим настроением. Понимаете? Серьезно? Конечно. Конечно. Ты должен получать кайф. Видеть зрителя, который плачет. Ну, потому что ты так играешь, плачет. Но ты должен это видеть и получать от этого кайф. Потому что ты... А когда слюна течет, никто ничего не видит. Я думаю, что это какой-то артист. Нет, это профессия. Роль Костя, психиатра, стала знаковою не лише для Володимира, а й для многих глядачей. Одного разу, під час вечерки, до Горянского підійшов чоловік, який сказав, что актор врятував ему життя. Виявляється, подившись фільм «День народжения буржуя», цей чоловік зрозумів, что життя варте того, чтобы жити. Один из главных ролей в вашем жизни была роль психолога Костя в сериале «День народжения буржуя». Как долго вы до этой роли готувалися? Да вообще я к ней не готовился. Взагалі не готувались? Ну, вы же понимаете, ну, артисты же часто бывают роль случай. Можно же играть очень много, долго всего. Ой, та роль, которая делает тебе, чтобы задавали вот такой вопрос, который вы задали. Ну, это бывает. Але праця над эмоциями, над… Дело в том, что эта роль… Совершенно случайно я встретился с режиссером, это было в Артеке. Никто меня никуда не вызывал на какие-то опробы, хотя пробы шли уже давно. Но почти весь состав буржуя был утвержден. Они могли найти персонажа Костя, еще какого-то персонажа там буквально. Ну, никак. Я вот появился, режиссер увидел, дал мне талмуд, говорит, посмотри, это Толя Матешко, говорит. Я почитал там такое. Потом пробы были. Я пришел на пробы, и я был утвержден на роль. Хотя то, что было написано в сценарии, и то, что я играл, это два разных персонажа. Почему? Вы перерывали эту роль самим? Да, я эту роль, в общем, да. Потому что то, что там было написано, там был такой написан какой-то психиатр, чуть ли не с бородкой такой, нус, я сейчас, как сейчас помню, это было нус, чуть ли не чеховский, понимаешь, оттуда это все было. И режиссер был не против? Нет, режиссер был не против. И Юра Рогоза, который потом посмотрел материал, он сказал, твой психиатр лучше. Вот, и так все это осталось. И мой чудаковатый психиатр, он действительно, его полюбил зритель. По сей день нет человека, который бы как бы стоял и не вспоминал этого персонажа. Это приятно, в общем-то. После роли Костя-психиатра, Володимира начали познакомиться не только на улице, а и в громадском транспорте. Самая надмирная уважа с боку пассажиров троллейбусов и маршруток заставила актора придбать свое собственное авто. Я знаю, что вашим прихильникам вы никогда не отказываете у проханий дать им автограф или сфотографироваться с вами. У меня тоже есть у вас прохание. Это не автограф, но это будет небольшая импровизация. Я надеюсь, вы меня не отказываете. Ну как, я же приехал, понимаешь, что уже будем идти до конца. Я предлагаю переместиться на черное кресло. Ага, доброе. Итак, я подготовила плями роршек. Я уверена, вы про них чули. Что-то я уже это видел. И теперь мне интересно почути, что вы видите, рассматривая их. Я потом поясню, насколько я это попросила. Ну хорошо, я вижу двух людей посреди их несподнятыми руками и по бокам двух ангелов. Так. Доброе. Другая картинка. Ну такой человек с огромными чоботами. Ось это чоботи. Да, это чоботи. А это человек. Такая людина. А это что между чоботами? Ну я не знаю, что ли тяга на что-то, стовбики какие-то. И третья картинка. Ну птицу вижу. Взлетает из каких-то недор. Доброе. Чи могли бы вы сейчас привтелиться у психолога Костю? Я хочу поставить ему деколька вопросов. Ну ставьте, сейчас вернусь в 2000 год. Теперь прошу нам поменяться местами, вы стоите на месте психолога. Ага, я понял. Ну что ж, Костя, теперь я хочу вас запитать. Вы, как психолог, что думаете про человека, которая увидела в этих плямах? Спершого это были две люди и ангели. Да, и ангели, да. Птицы. Добрый, светлый. Романтичный. У которого, несмотря на его возраст, еще сохранилось много детского внутри. А вот людина в чуботях? Ну, вы знаете, бывают детские страхи у всех, которые остаются. Поэтому образ, который еще во мне, наверное, подостался, вот так скажем. Так что еще есть над чем работать. Так, и птах, который вылетает из темных недр. Да, 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 да. Это что может быть? Ну, я не знаю, наверное, тоже образ, который, когда человек все-таки перестраивается, настраивается на что-то, борется с какими тоже своими недостатками или комплексами, то, наверное, это характеристика человека, который все-таки вырвался из этих оков. Это в вашей голове и в голове будет профессийного актора. Слава Богу, что в голове моей это ничего не остается. Есть такое понятие – короткая память. Мы запоминаем это на определенный отрезок времени, небольшой. Как только он проходит, из твоей памяти это… Вылетает. Вылетает. Если затянулся процесс или вдруг переснимаем вообще эту сцену в этот день, то его обратно выучить очень трудно, задвинуть. Ну, такая как-то вот устроена психика, бывает и такое. А чи были ситуации, когда вы забывали текст сценария? Ну, конечно, а как же, ну… И как из них выкручивались? Ну, как же нет, ну… Якщо это в театре? Ну, в театре… Там складнейше. Ну, в театре обычно пауза зависает огромно, и все с огромными глазами друг на друга смотрят. Если партнер не может тебе подсказать твой текст или дальше взять на себя инициативу, то происходит огромная пауза, кто-то ходит, заглядывает в кулисы, ищет по мрежу, чтобы кто-то бросил текст. Или к партнеру тихо подходит, там, что я говорю. Бывает такое. Если это в кино, на площадке, то здесь немножко проще. В паузе редактор может тебе подбросить этот текст. Или режиссер скажет, стоп, выучите текст, поработайте над текстом. Кілька років тому Володимиру вдалося трохи заробити завдяки своєму захопленню фотографією. Друзі попросили в актора кілька його фоторобіт для продажу на Андріївському узвозі. Усі світлини були успішно продані по 10 доларів за кожну. Одному интервью, я зараз процитую, журналіст питав вас, чому ваші фотографії називають інтелектуальними, ваші фотороботи. На що ви відповіли, може тому, що я сам не дурень. Як ви давно і як серйозно захоплюєтесь фото? Ну, був какой-то период, я не знаю, телефонов еще не было вот такого. Мені в руки попався фотоаппарат, я не помню вже його фірму. Он настолько как-то был для мене таким, я його понимал, а він понимал мене. Я, коли делав снимки, я потом приїжджав, я помню, Лондон снимав, я помню, какие-то тоже заграничні снимки були, потом були какие-то пейзажи і так далі. І потім, коли я сел і все подправив на комп'ютері, то получилась дуже така інтересна робота, які мені теж показались інтересними. І я какое-то час увлекався цим, потім немножко це підзабыл. І зараз пришлося до цього повернутися. Моя найкраща подруга дуже розчарована у чоловіках. І усім моїм гостям вона придумує якісь випробування, як-то кажуть, на справжнього мужика. Вам вона також його придумала. І ось я хочу запитати, чи готові ви прийняти її виклик? Ну давайте попробуем. Якщо він дійсно таки успішний, то нехай він зробить круту фотосесію. У мене щодо вас сумнівів немає, але ми ж не можемо проігнорувати прохання подруги. Ніх проблем. Ви кунаєте її прохання? Звісно. Може би ми змінімо відношення її к мужчинам, все ж таки, да? Ми для вас підготували техніку, камеру. Я знаю, що вам не подобаються жінки тощі, худі і костляві. Тому ми підібрали вам дуже гарну дівчину. І ваше завдання – зробити 5-7 якісних фото. Зараз будете керувати моделью, якій стати, яку позу прийняти. Як зовут вас? Так. Тара? Владимир. Ну що, Тара, давай попробуем, я не знаю, як. Так, ну що, ми підробуємо все-таки чуть-чуть. О, що, сонце у нас достаточно таке ярковатое. Я бачу вас такі професійні. Щас, ну так і как, да? О, ви любите куку?